Ну, типа, старайтесь заниматься своими делами, клацайте по каналам, блядь, посмотрю-ка, что там по телеку идет. О, блядь, дерьмо, анти-грифен, блядь, давай, Бонни, ты же знаешь, что у тебя нет патронов пушки ублюдок. Давай, блядь, тусуйся с этой жирно-задой, её задница похожа на пирожок с яблоками, блядь. Устал. Просто пиздец, как устал. Ниггер на расслабоне. Отдыхаю, блядь. Пиздец, как отдыхаю. Брат просто отдыхает, отдыхает пиздец, как. Расслабляюсь, блядь. Отдыхаю просто пиздец, как. Пиздец. Расслабляюсь. Расслабляюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно задать этот вопрос дамам? А вы время от времени этим занимаетесь? Вы не мастурбируете? Не занимаетесь? Не пиздите, нет? Разве вы как-то поправляете прическу, край всего, и нет. Вы не делаете так. Не занимаетесь время от времени, нет? А пацаны гоняют это дерьмо. Пацаны гоняют это дерьмо. Гоняют это дерьмо. Ваша девушка ведет себя так, словно не собирается вам давать. Вы говорите ей, мне похуй, детка. Разденьтесь бы гола и слейте ей прямо в задницу. А потом скажите, видишь, вот это могло бы быть в моей девочке, но ты взяла другой выбор. Это полезно и для вас, дамы. Когда ваш мужик лежит на диване и не засыпает, скажите, вы иди нахуй, засыпай, блядь. Вы раздеваетесь и... Он просыпается такой, я хочу. А вы ему, пизду, мне хватит. Он такой, ты не кричишь, когда я с тобой. А вы ему, я знаю, что мне нравится застранить. У тебя нет терпения. Потом, перед тем, как заснуть, вы подходите к ней и спрашиваете ничего не нужным, пока я не заснул. Спокойной ночи. Можно я выпью воды? Нихуя в черном шоу не должно быть пауз. Давай, ублюдок, пей и продолжай. Мы пришли смотреть не на то, как ты воду глушишь, ублюдок. Ты не пьешь воду, муфу? Взаимно. Но моя мама помогла мне не попасть в тюрьму. Моя мама и моя семья помогли мне не попасть в тюрьму. И я благодарен ему за это. Маме и семье. Я так и благодарен за это. Моя мама сильная, черная женщина. И я ее люблю. И вы меня понимаете. Если вы любите свою маму, так же, как и я, вы должны знать. Ничего дороже матери. У меня такая убойная мама, потому что она вырастила нас шестерых. Ну, мой отец был с нами некоторое время, но потом они расстались. И я могу это понять. Иногда отношения заходят в тупик, родители не понимают друг друга. Они расходятся, отец уходит, уезжает куда-то. Но позабочишь же ты, сука, о своих детях. Это не их вина. Потому что ни один ребенок не обязан рождаться. Не обязан, понимаешь? Надо заботиться о своих детях. Мой отец ушел, и это было хреново, потому что когда он был с нами, у нас был типа дворик, и мы все бегали, типа носились по дворику. Потом он ушел. И мы достали носиться по улицам в гетто, увиливать машины. Когда папа ушел, я сказал себе, пиздец, чувак, папа ушел. Не знаю, чем он там занимается, но моя мама сильная черная женщина. И у нас все будет хорошо. И она вырастила нас шестерых. Но, знаете, когда он ушел, у мамы никогда не хватало денег. Ты знаете, чтобы купить нам то, что мы хотели. Но мама старалась, очень старалась покупать нам то, что было у других детей. Мы хотели носить Найк. Мама покупала нам Сайк. Мама, это же Сайк. Вам нужно только нарисовать на этих говнодавах только одну букву. И они ничем не отличаются от других. Ну и что, что они на каблуках? Они точно такие же. И у нас никогда не было одежды нашего размера. Но у нас были подстреленные штаны, которые никогда не доставали до ботинок. И соседи всегда прикаливали нас. Эй, подкиньте ботинки. А я терпеть не мог этого дерьма. Я не мог терпеть этого дерьма. Я не надевал длинную рубашку и как мог отпускал брюки. Но все знали, что я занимаюсь этим дерьмом, потому что карманы у штанов были, блядь, на самом низу, в пятках. Мама старалась, старалась. Она всегда старалась, чтобы в доме была какая-то еда. У нас никогда особенно много еды не было, потому что у нас было шестеро, и было время, когда мама вообще ничего не ела. Я говорил ей, мам, поешь немного. Но она постоянно придумывала отговорки, типа, я на диете, я вам, дети, надо есть. А я ей говорил, мама, тебе надо откусить хотя бы кусочек этого дерьма, у тебя рычит живот. Я-то знал, что она голодная. Единственное вещь, которая всегда была у нас в доме в гетто, это хлеб. У нас всегда был, блядь, хлеб, и если вы родом оттуда, откуда я, вы знаете, что из хлеба дохуя, чего можно сделать, правда, черные люди? Вы меня понимаете, помните? Бутерброды с солью, маленькие бутерброды с сахаром. Но что самое лучшее было? Самым лучшим дерьмом были бутерброды с сиропом. Помните, вы на ступеньках с маленьким сироповым бутербродом напиваете, у мамы все получится, у мамы все получится. Сидите и жрете себе ебаный бутерброд с сиропом. Наша семья никогда не любила ничего выпрашивать, знаете, там. Те дни, когда нам хотелось мяса, а дома мяса не было, мы шли к соседям и бесцеремонно интересовались у них. Извините! Вы не одолжите лишней пачки сосисок! Ах, у вас нет ничего, ни колбасы, ничего, а? А сыр вы уже сожрали, да? Да иди нахуй, не пиздите и не попадайте мне на глаза! Мы вчера видели вас в супермаркете, ублюдки, у вас есть жратва. Вот здесь другая сторона медали, вы живете дома, живете с мамой, но до сих пор тусуетесь в подвале, вы выросли из этого дерьма. Поднимитесь наверх, если вы совершеннолетний взрослый мужчина, и особенно, если вам 35 лет. А вы до сих пор пишете свое имя на пачке с апельсиновым соком и кричите. Мама, не трогай мое дерьмо! Вылезай из подвала, чувак, вылезай оттуда! А не то мама в один прекрасный день спустится туда и увидит, как твоя девушка отсасывает у тебя, и все будете чувствовать себя неловко. Мама заходит, а ты, мама, мама, мама! Я ничего не видел, я ничего не видел, но больше всего смущается девчонка, которая у тебя отсасывает. О, боже мой, твоя мама увидела, как я сосала твой член у нее дома! Твоя мама увидела, как я сосала твой член! Я должна пойти и извиниться перед ней! Девочка поднимается наверх, мисс Лауренс! Мисс Лауренс, мне так жаль, что вы поймали меня за тем, что я отсасывала член вашего сына у вас дома! Мне так жаль! Но вы же знаете, мама вас прикроет! Да все нормально, все нормально! Только не позволяй ему яйцам свисать в подвале холодно! Субтитры сделал DimaTorzok! Субтитры сделал DimaTorzok!